Приближается зима, насколько мы готовы на земле, естественно, мы всегда зависимы от электричества, насколько наша энергетика сегодня крепко хуже, лучше, чем в прошлом году. И еще вот в условиях имбабо-завоз из Европы в Россию продуктов, питания, овощей, фруктов, мы, вот, что мы можем ставить в Россию, придется речь о расширении экономического взаимодействия. И вот есть такая информация о том, что группа компаний «Белая дача» планирует создать производство салата в Абхазии. И о том, что сюда принял уже предваритель этой компании, насколько это верно и на какой стадии переговоры. Что касается зимы, перед каждой зимой всегда разругают, что эта зима будет самая лютая, самая холодная, самая снежная и так далее. И мы должны серьезно к этому готовиться. А что касается энергетической отрасли в нашей стране, все находится, если не сказать, в плачевном состоянии, то в очень напряженном состоянии. Не знаю почему, когда у меня назначены премьер-министром, у меня каждый вечер выключаются средства. Да. Раньше и в меньшем причине. Значит, вот моя поездка завтра, я говорил, я буду в банках, я буду говорить о инвестициях в нашу страну. Ну, в первую очередь, я еду встретиться, решать вопрос энергетики нашей страны. Это российские компании, которые могут работать, сделать мониторинг состояния нашей отрасли. В первую очередь, мы должны знать, вот я сегодня, как премьер-министр, не знаю, у меня нет полного мониторинга. Иногда чаще бывает так, что для того, чтобы добиться успеха, ты должен знать, в первую очередь, от чего отталкиваться, что у нас сегодня происходит. Я разговаривал с руководителем Черномор-Энерго много часов, и по его заключению, понимая, что нам нужно в эту отрасль вкладывать огромные деньги. Для того, чтобы мы могли развивать свою промышленность, мы могли строить новые гостиницы, мы могли строить новые торговые центры. Не имея электроэнергии, мы сделать ничего не сможем. Несмотря на то, что электроэнергию получают бесплатно, для нас это ничего не стоит. На данном этапе, и это длится уже много лет, дай Бог, чтобы это сохранилось, но мы не смогли создать эту отрасль так, чтобы мы не переживали завтра за будущее этой отрасли. В первую очередь, потому что за электроэнергию никто не хочет платить. Собираемость 20% платежей. У нас огромные проблемы. 20% платежей. Дай Бог, чтобы мы были такие богатые, чтобы с населения не брать эти деньги. Но мы теряем эту отрасль. Нельзя не платить сегодня. И тарифы у нас самые низкие в мире. Вы же знаете, мы не смогли все эти годы поднять тарифы, хоть даже на копейку. К сожалению, мы должны понять, по какому пути надо идти. Поднимать тарифы. Нет сегодня мониторинга. Вот если мы, я договорюсь с нашими коллегами в России, если это будет недорого, если люди придут и сделают мониторинг, и мы будем знать состояние наших проводов, наших станций, то мы будем знать, как строить, как выходить из этого положения. Без этого всего не говорить что-то очень сложно. Очень сложно. Не знаю, когда говорим о руководителях, там и Сергей Васильевич был руководителем Черноморья НРГ, и нынешний руководитель, многие его ругают, но многие его и хвалят как работника. Это, ну, я думаю, что он не останется на этой работе, будет смена там руководства, но все равно, все равно мы ничего не добились в этой отрасли. Я повторяю, при том, что мы источник у нас бесплатный. Поехали! 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 Поехали!